Вернисаж «Пять столетий Германии» стал второй частью большого музейного проекта «Вояж». Он раскрывает гостям учреждения страницы истории разных стран. В этот раз в центре внимания Германия – европейское государство, имеющее большую историю и традиции. «Пять столетий, потому что 500-летие реформации отмечается в этом году. Важное событие и для Германии, и для Европы, и, я думаю, для всего мира. Выставка основана исключительно на предметах, подлинных предметах, из коллекции Бреско-областного краеведческого музея. Всего на выставке представлено более 140 предметов. Наибольший интерес представляют стропечатные книги, их представлено 8. Среди них самая старинная печатная книга в коллекции нашего музея, которая была издана в 1616 году. Также представлены две библии в переводе на немецкий Мартина Лютера». Большой исторический путь Германии сотрудники областного краеведческого музея смогли рассказать с помощью символов эпохи – удивительных книг, эксклюзивных предметов интерьера, игрушек, редких музыкальных инструментов, таких как походное фортепиано, физгармония, цитры. «Цитра – это струнный, музыкальный, струнный, щепковый музыкальный инструмент. Напоминает, наверное, гусли в какой-то степени, если это, наверное, ближе такое определение к этому инструменту. Наши цитры датируются второй половиной XIX века. Достаточно распространенный в Европе музыкальный инструмент в то время». Музыкальная шкатулка на металлических пластинках, почтовые марки и даже пивные кружки. Экспозиция была создана исключительно силами краеведческого музея. Это все то, что в разное время передавалось учреждению сотрудниками Брестской таможни или было подарено неравнодушными горожанами. Каждый предмет делает своеобразное открытие для посетителей в мир Германии разных эпох. «Республика Беларусь, разумеется, мы хорошо знаем ее историю, а знакомиться с историей других стран всегда познавательно и интересно. Примеры изделия второй половины XX века, сувенирные, такие мне были знакомы, поскольку мой дедушка служил после войны в ГДР, и такие вещи были привезены в Брест, и здесь было приятно увидеть аналогичные». Анастасия Нездрин, Плодницкий, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ». 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 Продолжение следует...